На дворе 21 века Казахстан, кажется, откатился назад в глухие горбачевские времена. Отпускать по 5 кило картофеля в одни руки – решение октябинских властей. Благо, что несколько лет назад местные чиновники на деньги налогоплательщиков создали стабилизационный фонд. В закрома заложили полторы тонны картофеля, 369 тонн капусты, 250 тонн моркови, 255 лука и 10 свеклы. За картошкой по 70 тенге за килограмм теперь выстраиваются нескончаемые очереди даже в будние дни. И оно понятно, после девальвации цены на второй хлеб подскочили до 160 тенге за кило. Правда, власти считают иначе. Искусственно создается ажиотаж. Население начало скупать мешками, что не следует делать. Рынок реагирует моментально и уменьшается запас. Горожане не скрывают, что дорожает все от продуктов питания до предметов гигиены и одежды. И это при том, что Акимат громогласно обещал, что не позволит предпринимателям повышать стоимость на товары. У нас цены на продукты питания растут в городе? Конечно растут. Ну а все сейчас растут. Абсолютно. Вот сейчас вам разошли и все дорого. Я если бы на витрине сюда вот все... А сейчас в коробках отдельно заложено и не цены ничего нет. Ну и начинать цены такой сделают. Масло, орехи, кишечки. Все выросли. Бьет по бюджету? Конечно. У меня четверо детей, все студенты, все платные. Как только цены поползли вверх, актюбинцы моментально кинулись в магазины. С прилавков в одночасье смели муку и сахар. Теперь и их перестали продавать мешками только на развес. Компульмация ударила в первую очередь по социально защищенным стоям населения. Большинство жителей в актюбинской области безработные стоят на очереди, правда не получают особия по безработице. Вот им приходится теперь стоять в очередях и мать продукты питания по сниженной цене, которую Акиматова время от времени выкидывает на рынок. Продукция стабилизационного фонда еще никогда не была так популярна, как после февральской девальвации. Однако закрома пустеют на глазах. Как только товары на складах закончатся, цены на все моментально подскочат.